Всем добрый вечер и добро пожаловать на обзорное занятие по моему новому курсу практика коммерческого репортажа. Собственно, я вижу, что люди приходят в онлайн активно и активно. Это здорово, потому что у нас будет сегодня такая прекрасная возможность пообщаться всем вместе. Но если вы смотрите это и в оффлайне, то уже вам большой привет. Если вы смотрите это на ютубе, вы можете всегда написать комментарий к моему видео и я постараюсь вам обязательно ответить на него. Давайте для начала, как всегда, разделаемся с стандартными техническими моментами. Мы находимся в виртуальном классе, здесь вы видите мои слайды замечательные, которые я буду показывать и вообще мой монитор. видео, чуть пониже, ну вот тут вы видите чат, где можно общаться, знакомиться, передавать приветы, а рядом с чатом вы видите раздел вопросов и ответов. Вот туда имеет смысл задавать вопросы, на которые вы сегодня хотите от меня получить ответы. Собственно, программа нашего сегодняшнего занятия следующая. У нас есть три части, все разделено на три части. В первой части я вам довольно коротенько постараюсь рассказать про все ключевые вещи, общие вещи, связанные с этим курсом. То есть, почему мы его проводим, какая у нас цель и что вы от него на самом деле получите. Потому что все-таки у нас занятие посвящено именно этому курсу, поэтому начнем мы обязательно с этого. Во второй части я вам расскажу про различные интересные приемы, съемки в контексте программы курса. То есть, мы подробно пройдемся по программе курса, но я вам обязательно расскажу интересные штуки и про съемку, и про некоторые вещи с общением с клиентом. То есть, это будет такая самая информативная, пожалуй, часть. А в третьей части, собственно, это будет наше с вами уже непосредственно живое общение, когда я отвечу на все ваши вопросы и по курсу, и можете спрашивать по репортажной съемке без проблем. Сегодня у нас такой абсолютно день открытых практически дверей, день открытых веб-камер и микрофонов. Ну, давайте начинать. То есть, просто еще раз повторю, что если у вас какие-то вопросы появятся, обязательно в конце нашего сегодняшнего занятия я вам обязательно на все отвечу. Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. В чат я, конечно, буду тоже поглядывать, но, знаете, чат обычно так очень быстренько наверх убегает, и я не все сообщения могу в нем увидеть. Собственно, первая часть нашего занятия посвящена непосредственно курсу практик коммерческого репортажа. И давайте для начала я представлюсь. Я Александр Свет, профессиональный фотограф. Многие из вас, я вижу тут людей, кто точно у меня занимался на курсе, скорее всего меня знают как специалиста по Кэпчуан. Что, собственно, неудивительно, поскольку я действительно специалист по Кэпчуан и в том числе преподаю и очень много рассказываю про эту программу. Но на самом деле я занимаюсь далеко не Кэпчуан, Кэпчуан это лишь один из моих инструментов, и моя основная деятельность это как раз коммерческий репортаж, которым я занимаюсь уже 9 лет. Наверное, цены даже уже, я думаю, больше, уже почти, вот скоро уже десятка стукнет. Я снимаю для разных компаний, я работаю с РЖД, работаю с Альфа-банком, с Сбербанком, снимал для Сименс, снимаю для Касперский лаб, был фотографом телеканала ТНТ, снимал для Киевси, Рено и другого количества огромных и прекрасных замечательных компаний, которые просто уже не поместились на этой картинке. Собственно, почему вам это важно знать? Потому что все, что я буду рассказывать на этом курсе, посвящено исключительно настоящей практике. То есть я буду вам рассказывать свои жизненные примеры, жизненные ситуации, с чем вы можете столкнуться, с каким поведением заказчиков вы, скорее всего, столкнетесь, я вам на самом деле скажу. То есть это исключительно практически 10 лет моего опыта, сжатый в некий курс. И на самом деле коммерческий репортаж я стал преподавать уже довольно давно. То есть все началось несколько лет назад, когда я стал вести свой курс по репортажу в фотошколе Nikon. Это был такой, знаете, там в фотошколе Nikon есть курсы разных уровней. Вот я вел курс профессионального уровня с очень большим успехом. У нас отличные отзывы были от наших учеников. Все развивалось совершенно здорово, но в какой-то момент, через несколько лет этого введения, наши пути со школой разошлись. После этого я больше перешел в онлайн обучение и как раз больше сейчас преподаю в школе профайл. И возможно, вы, например, были на моем мастер-классе по коммерческому репортажу. Собственно, этот мастер-класс это такая выжимка. Выжимка всего, что, например, я преподавал на курсе по коммерческому репортажу фотошколе Nikon, и там я постарался собрать так максимально кратко все самые главные тезисы, всю такую самую, знаете, важную теоретическую информацию, которую необходимо знать. Но каждый раз, когда я проводил этот мастер-класс, все время, знаете, мне не хватало одной вещи. Вот прям чувство такое было, мне не хватало, очень сильно не хватало практики. Практики я имею в виду в том ключе, что я вам что-то рассказываю на этом мастер-классе, и я чувствую, что не хватает на эти возможности вот сходить, попробовать, потом поделиться со мной этими ощущениями, чтобы получить от меня какой-то фидбэк, то есть обратную связь, критику. И это действительно очень важная вещь, она действительно работает. Мы в той же школе Nikon уже много-много раз это опробовали, это действительно очень позитивно влияет. Именно так, собственно, и родилась идея этого онлайн-курса. Курс практик коммерческого репортажа – это, во-первых, 16 часов занятий и 8 практических работ. Это очень важно. То есть, по сути, весь курс – это такое некое сплетение теории, практики, теории и практики просто нон-стоп. То есть, вы приходите на курс и попадаете в такой некий водоворот постоянного действия. То есть, вы присутствуете на занятии, после занятий вы начинаете делать практическое задание, и все задания на этом курсе, они действительно практические. То есть, они вам потом пригодятся в вашей будущей непосредственной работе коммерческим репортажным фотографам. То есть, это не какие-то, знаете, абстрактные теоретические знания. Нет, мы, например, будем делать с вами ваш личный сайт, портфолио. У вас будут, скажем так, практика съемок в помещении и на улице, потом критика ваших работ. То есть, это все-все исключительно практическое. И вот наша цель, да, чтобы после этого курса, да, у вас была полная база знаний, то есть, всех теоретических знаний, которые нужны для начала работы коммерческим репортажным фотографам. Вы получите такой первичный практический опыт, хотя я уверен, что он у вас так или иначе есть в какой-то степени. Вы в любом случае, наверное, снимаете или для себя, или для друзей, может быть, даже какие-то практические коммерческие заказы пытаетесь брать. И, что очень важно, вы получите сайт-портфолио и план вашего развития. То есть, конечно, никто вам его делать не будет, поскольку мы школа, мы обучаем, мы не дизайн-студия. Но я вам расскажу, какие есть пути, да, для простого и быстрого создания своей странички. Их, на самом деле, очень много, и каждый выбирает свой, я вам просто покажу варианты, к какой ближе будет именно вам. И самое главное, вы сможете мне показать, какие именно, скажем так, каждый из вас покажет мне свои странички, я скажу, что именно не так, что лучше поправить, что будет лучше работать как, знаете, как коммерческий продукт, на что обращают внимание клиенты, как лучше изменить информацию о вас, как вас лучше преподнести. То есть, вы от меня получите абсолютно практический отзыв, каждый из вас индивидуально. И, соответственно, итогом всего это будет, да, вы сможете действительно начать работать коммерчески-репортажными фотографами. Я буду очень много вам про это рассказывать в плане того, что как начинать, как дальше продвигаться, как дальше вам лучше развиваться, рекламировать себя и прочее, прочее, прочее. То есть, все это очень такой, знаете, исключительно практический курс. Собственно, поскольку я вижу, что тут в чате присутствуют многие люди, кто был у меня уже и на мастер-классах, и на курсах. Знаете, я скажу так, что у многих из вас так вам могло отложиться впечатление. Но это, на самом деле, не впечатление, это, конечно, правда, что я такой добрый и пушистый преподаватель, да, потому что я редко как-то серьезно критикую, когда, например, рассказываю про Кэпчуан, оценки выставляю ну так, довольно мягко, скажем так. Это, в общем-то, правда, потому что я действительно по жизни человек довольно добрый и позитивный. Но на курсе по репортажу все будет немножко по-другому. Вы увидите несколько другого меня, как преподавателя, потому что я буду очень жестко критиковать ваши работы, я буду давать вам действительно, действительно жесткую критику ваших фотографий, вашего портфолио, вашей обработки, потому что если этого не сделаю я, то потом вы услышите эту же критику, а может быть только намного более в более неприятной форме от ваших будущих клиентов, людей, которые вам уже заплатят деньги, которые будут требовать от вас результат. Именно поэтому будьте морально готовы, потому что на этом курсе все будет несколько по-другому и будьте готовы действительно услышать иногда, может быть, не очень приятные вещи, но в будущем очень полезные. Ну а в целом, конечно, занятия у нас, как всегда, будут проходить в очень приятной и такой расслабленной атмосфере. Собственно, я также уверен, что кроме того, что здесь сейчас присутствуют мои ученики по курсу в Капчуан, уверен, многие из вас были на моем мастер-классе по Капчуан, давайте на всякий случай я вам, ой, не по Капчуан, а по репортажу, давайте на всякий случай я вам ссылочку кину в чат, если вдруг кто на нем не был, потому что мы, конечно, будем еще его проводить не раз. Это отличный, на самом деле, мастер-класс, это действительно такая очень подробная выжимка, но курс его не заменяет. То есть и мастер-класс не заменяет курс, и курс не заменяет мастер-класс. Это совсем такие вещи, идущие в разном направлении. То есть, если мастер-класс это просто вся необходимая информация, чтобы, знаете, понять вообще, в каком направлении двигаться, или, например, если вы уже снимаете, то такой прекрасный способ сверить часы, узнать, на каком вы сейчас уровне, и куда можно вам сейчас дальше двигаться в профессии, то курс – это действительно продукт для тех, кто хочет полностью погрузиться в эту тему и получить, самое главное, живой отклик на ваши работы. То есть не просто сходить на съемку, поснимать, а действительно узнать, что вы не так снимаете, какие ошибки вы допускаете при работе со вспышкой, какие ошибки вы допускаете при обработке фотографий, какие кадры, например, забраковал бы клиент, а какие кадры он попросил бы вас, скажем так, он бы потребовал от вас, какие кадры. То есть я смогу вам дать ту обратную связь, которую в большинстве случаев вы получите от вашего клиента, потому что просто за 10 лет я уже, ну, мне кажется, услышал все, что только можно услышать от клиентов, и могу вам рассказать о всех тех вот этих подводных камнях, которые вас ждут. Но при этом очень важно сказать, что если вы были у меня на мастер-классе, то для вас всех такой приятный бонус – это скидка на мой курс 900 рублей. То есть, по сути, стоимость этого мастер-класса уже зачалась вам в стоимость курса. Эта скидка уже автоматически есть у вас у всех в вашем личном кабинете. И это неспроста так сделано, потому что, конечно, по некоторым аспектам, особенно теоретическим аспектам, курсы мастер-класс будут несколько пересекаться. Я ни в коем случае не хочу сказать, что они будут прямо одинаковые, но, понимаете, общие темы, конечно, будут, потому что на мастер-классе, на курсе я рассказываю и про обработку, и про работу со вспышкой, и про общение с клиентом. Просто на курсе это все будет намного подробнее, намного детальнее и, самое главное, с упором на настоящую практику. Собственно, если говорить о такой программе курса вкратце, то теория курса, она будет полностью раскрывать все аспекты работы репортажного фотографа. То есть, например, как начать снимать репортаж, как работать на мероприятии, как обрабатывать репортажные фотографии, как использовать вспышку на репортаже. Также я расскажу, например, про все особенности съемки различных мероприятий. Например, я расскажу, как снимать детские праздники и в то же самое время бизнес-презентации и, например, тимбилдинги или спортивные мероприятия. Потому что у меня большой опыт съемки всех этих жанров, поэтому вообще одна из самых главных прелестей репортажной фотографии, потому что это очень интересное занятие. Я вам так скажу, что за время того, сколько я уже снимаю, я снимал практически, наверное, все, что можно вообразить. То есть я снимал и, ну, начиная от простых каких-то бизнес-конференций, корпоративов и презентаций, заканчивая, например, однажды я делал для одного монастыря, я делал съемку кладбища, прям вот могильно и, например, снимал, знаете, там, меня поднимали на таком кране огромном в минус 20 на высоту порядка 30 метров, и я снимал с этой высоты во время мороза я снимал одно мероприятие, довольно крупной компании. Так что опыт у меня огромный, и я полностью готов с вами им поделиться, потому что мне это просто нравится. Мне действительно достает удовольствие, я люблю рассказывать о своей работе, и, собственно, буду только рад, если вам это будет полезно, а я уверен, что это вам будет полезно, и, соответственно, вы получите все эти знания, которые вам нужны. А если говорить о практике, то здесь вообще все безумно интересно, потому что эта практика, знаете, я ее составлял, этот план этих практических занятий именно в том ключе, в каком бы я сам хотел его получить в свое время. То есть, когда я только начинал заниматься коммерческим репортажем, вот это именно те темы, которые мне было бы интересно, скажем так, узнать мнение человека уже с опытом. То есть, во-первых, у нас будет практика обработки, когда я вам дам на обработку свою собственную съемку с таким довольно нестандартным заданием на обработку, и дальше я каждому из вас расскажу, какие ошибки вы бы допустили, и покажу, как на самом деле можно было бы обработать эти фотографии. У вас будет отдельная практика работы со вспышкой, это тоже очень важно, потому что вспышка одна из ключевых вещей для репортажного фотографа. Также у вас будут две практические съемки самостоятельные, то есть, это будет съемка репортажа на улице и съемка репортажа в помещении. Вы самостоятельно выберете мероприятие, которое хотите снимать, ну, конечно, исходя из такого некого задания, которое нужно будет выполнить, и вы снимете эти мероприятия так же, как вы бы их сняли, если бы это был ваш настоящий коммерческий заказ, и оценивать я его буду, исходя именно из этой позиции, то есть, я буду смотреть, все ли кадры вы сняли, каких кадров не хватает, за что, скажем так, вас мог бы покритиковать клиент или вообще там устроить истерику, что, например, почему вы не сняли вот такой определенный кадр, который очень важен. Кроме этого, как я сказал, да, мы вместе с вами сделаем для каждого из вас сайт-портфолио и напишем план развития. План развития, я имею в виду, в каком ключе вам развиваться дальше и как просто в профессиональном плане, и в коммерческом плане, то есть, как рекламироваться, на какой уровень заказчиков вы хотите выйти и каким образом это лучше всего сделать. Конечно, одна из самых важных вещей во всей этой практике, это именно те самые съемки, и после каждой съемки мы, во-первых, будем разбирать фотографии всех учеников. То есть, сразу очень важно сказать, что никто не уйдет без критики, причем он такой публичный. То есть, все работы всех учеников мы будем смотреть на занятия, я буду рассказывать и показывать, где слабые места ваших работ, а где сильные, потому что очень часто даже начинающие фотографы, они проявляют креативность и действительно находят интересные съемочные решения. И поэтому, если вы сделаете что-то действительно интересно, вся группа будет учиться, в том числе и у вас. То есть, это действительно будет такой общий обмен опытом. Также каждому из вас я дам личные комментарии по каждой съемке и покажу, как можно было обработать именно ваши фотографии с этих съемок. Так что, действительно, это очень ключевой момент для получения первичного опыта. И, конечно, я уверен, что у многих из вас сейчас в голове только один вопрос, да, что, собственно, снимать. То есть, понятное дело, что вы точно думаете, что так, господи, у нас же ничего в городе не происходит, как мне туда попасть, какие съемки мне нужно провести. На самом деле, все очень просто. Во-первых, съемки могут быть практически любые. Желательно, чтобы они были максимально приближены к настоящим коммерческим заказам. То есть, чтобы это была, например, презентация какой-нибудь продукта или конференция или какой-нибудь форум или, например, какое-то массовое гуляние или какое-то массовое мероприятие в вашем городе. Ну, также, в принципе, это могут быть любые частные праздники. То есть, вы сами выбираете, что вам ближе, что вам лучше и, скажем так, какая у вас есть возможность. Сразу скажу, я не верю в истории про то, что, знаете, там, лично у меня в городе ничего не происходит. Потому что, если у вас в городе действительно не происходит никаких мероприятий, очевидно, в этом городе не будет востребована профессия коммерческого репортажного фотографа. Поэтому, видимо, курс этот не для вас. Но, если честно, я уверен, что практически у каждого человека в городе происходит куча различных мероприятий. Просто, возможно, вы о них не знаете. И, скажем так, одно из, например, первых наших заданий практических это будет выяснить, собственно, что у вас в городе происходит, куда вы можете пойти, через какие здания или через каких людей вы можете аккредитоваться на эти мероприятия. Но, как самый простой пример, скажу, что если совсем, допустим, все плохо, да, то есть вы не смогли, как бы ни с кем договориться, есть очень простое решение. Вы можете просто купить билет на какую-нибудь выставку и снять ее так, как вы бы ее сняли, если это был ваш заказ. Собственно, в таком довольно простом методе есть два огромных плюса. Это, во-первых, то, что вы получите фотографии, снятые в таком, как бы, абсолютно профессиональном ключе, то есть будете снимать все детали, проведете большую съемку, получите мою критику, возможно, какие-то кадры удалите, какие-то кадры заново переобработаете. И в результате вы сможете, например, позвонить тем же, скажем так, организаторам этого мероприятия и сказать, что, ребята, а я вот фотограф, я, собственно, сделал для вас вот такую уже съемку. Вы меня не просили, но я ее сделал. Вы можете, например, ее использовать и буду рад с вами работать в будущем. И знаете, я вам честно скажу, что это работает. Работает в том плане, что в России такая ситуация с кадрами, что если к вам приходит человек и говорит, что, знаете, я, во-первых, хочу работать, а во-вторых, я умею работать, дайте мне работать. И вот если вы сами когда-нибудь нанимали людей, то вы понимаете, что когда вы видите такого человека, его просто хочется, знаете, обнять и плакать, потому что это просто настолько редкий случай, к сожалению, что любой действительно инициативный и действительно работоспособный человек это фактически праздник для любого работодателя. Поэтому это действительно очень важная штука. Ну и кроме этого, вот эта самостоятельность в выборе съемок, в их проведении, это еще очень важное слагающее, потому что если вы никогда сами не занимались, как так, вы никогда не работали на себя, а, собственно, большинство людей не работают на себя, то очень важно почувствовать вот эту самостоятельность. Все зависит только от вас, вам нужно взять себя в руки и начать делать, начать искать мероприятия, начать их снимать, начать договариваться, потому что, в принципе, в этом и есть работа коммерческого репортажного фотографа. Вы всегда будете работать на себя, вам всегда нужно будет договариваться и без этого никак. Ну, собственно, это была такая общая наша часть, первая часть про курс, и теперь мы переходим уже к непосредственно программе курса и разных интересных практических приемах, о которых я вам сегодня хотел рассказать. Я вижу в чате у нас вот есть разговор такой про бесплатность фотографий, но, знаете, об этом я и на курсе буду рассказывать, но и давайте сейчас тоже немножко скажу. Я считаю так, что совсем бесплатно, вот полностью бесплатно работать никогда не надо. Другое дело, что всегда можно договориться, например, скажем, если это какой-то сайт, если это какой-то портал и, например, ему нужны ваши фотографии и они совсем не хотят вам платить, вы всегда можете договориться, что, во-первых, вы им дадите только превьюшки этих фотографий, а также они обязательно дадут активную ссылку на вас. И это даст вам, на самом деле, хорошие плюсы, потому что любые активные ссылки в интернете, они увеличивают, как бы, ранжирование вашего сайта и, возможно, это привлечет вам клиентов. Это действительно работает. То есть, начиная от таких простых вещей и заканчивая тем, что всегда можно договориться на небольшую, но все-таки оплату. Для начала можно начать с малого, но я всегда сторонник того, что в любом случае желательно брать деньги за вашу работу даже в самом начале, потому что, знаете, такая хорошая фраза, что того, у чего нет цены, как бы нет и ценности. Это на самом деле во многом, во многом верно. Одна из первых тем, которые я вам расскажу на курсе, это, собственно, вся история про то, как начать снимать репортаж. Например, как, собственно, перейти в коммерческую репортажную фотографию уже на постоянную основу и сделать это в своей профессии, какие есть специализации, какие пути можно выбрать, как как раз работать вот на то самое портфолио и затем получать первые коммерческие заказы. То есть, это очень важная история и как раз про это все мы будем обсуждать на первом занятии нашего курса. Но кроме этого, конечно, мы поговорим и про другие важные вещи. Например, про оборудование репортажного фотографа. Я вам расскажу, какие объективы нужно обязательно иметь, как их лучше использовать и, что немаловажно, в каком порядке их, например, покупать. Потому что, если вы профессионально занимаетесь репортажной фотографией, на это нужно смотреть как на бизнес. То есть, это не хобби, когда вам хочется купить объектив, просто потому что очень хочется. Потому что он такой классный, он такой светосильный, здоровский, у него вообще бокы красивые. Нет, на самом деле, нужно просто трезво оценивать свои вложения и какие вы с этого потом финансы получите. И поэтому, возможно, некоторые объективы первое время вообще не стоит покупать, а лучше периодически их брать в прокат. Это тоже такой хороший бизнес-решение, ничего в этом плохого нет. Также я расскажу про разные штуки, связанные с правильной экипировкой для репортажников, правильной работой с, скажем, теми же светофильтрами на репортаже и, например, как можно использовать монопод. Штука иногда очень-очень полезная и некоторые съемки без нее практически невозможно провести. Но сегодня я хотел бы вам дать небольшой ответ на вопрос, как начать, как вообще начать снимать коммерческий репортаж. То есть, как перейти от неких съемок семьи, друзей или просто как фотографии, как хобби, перейти уже в коммерческую область. Здесь не существует, знаете, таких универсальных рецептов, которые работают для всех. Потому что если бы они работали для всех, все бы их и использовали. Но есть универсальные принципы, которые действительно работают. Они очень простые, но они действительно действенные. Прежде всего начните снимать для себя. Понятное дело, что вы уже, скорее всего, снимаете для себя, но вы снимаете, наверное, свои путешествия, может быть, там своих домашних питомцев или семью. Начните снимать для себя то, что вы потом хотели бы продавать заказчикам. То есть, если вы хотите что-либо потом продать, у вас как минимум эти кадры должны быть в портфолио. Начните просто это снимать. Начните ходить на выставки, снимать выставки. Начните ходить на разные презентации, снимать презентации. Знакомиться там с людьми, всем рассказывать, какой вы замечательный фотограф, потому что, знаете, я не просто уверен, я знаю, что это работает, что, знаете, важно не только хорошо делать свое дело. Очень важно еще и всем рассказывать, что вы хорошо делаете свое дело. Поэтому просто начните, начните снимать. Это очень-очень важно. Я, например, первый год-два просто ходил и снимал. Я практически на этом не зарабатывал, но зарабатывал какие-то небольшие деньги. Но я снимал, я знакомился с людьми, получал опыт, набивал руку и потом постепенно все эти заказы уже переросли в хорошие коммерческие заказы. Второй момент. Портфолио, сайт, реклама. Опять-таки, фотобизнес на самом деле ничем не отличается от любого другого бизнеса. Что, например, в колбасном магазине продают колбасу. Также и фотограф тоже продает, но не колбасу, а свой фотографический продукт. И, естественно, у фотографа должна быть такая же красивая подборка вот этих колбас в виде портфолио, чтобы было видно, что у вас есть. Обязательно должна быть красивая витрина в виде некого сайта или некой своей странички в интернете. И, конечно, всему этому нужно дать хорошую рекламу, чтобы привлечь клиентов. Обо всем этом мы будем говорить на курсе, потому что это одна из ключевых слагающих, знаете, слово коммерческий название нашего курса. И последнее, что очень важно, это будьте напористыми. Это тоже кажется очень так банально, но это работает. Вот знаете, я вам покажу одну свою фотографию, этот кадр, это Борис Гребенчаков. Эта фотография, на самом деле, очень много сделала для моей карьеры фотографа, потому что я ее снял очень давно. И этот кадр был сделан на обычной пресс-конференции. Совершенно обычной пресс-конференции, на которой, по-моему, Гребенчаков представлял один из своих новых альбомов. И, собственно, я просто сам напросился на эту пресс-конференцию. Я написал одному музыкальному редактору и сказал, слушай, возьми меня поснимать вот эту пресс-конференцию. И, знаете, обычная такая скукота, то есть обычно фотографы не любят такое снимать, когда, например, все музыканты просто сидят, знаете, еще какой-нибудь такой задник ужасный, освещение плохое, они сидят за каким-то таким школьным столом, я не знаю, иногда это ужасно выглядит. И никто не хочет снимать, потому что скукота какая-то получена. Я, наоборот, рвался, я сказал, ребята, ребята, возьмите, возьмите меня. Потому что у меня была цель, я хотел снять на конференции такой портрет, который другие не снимают. Собственно, я сделал несколько кадров Гребенчакова, а сразу после съемки я подошел к его пиарщику и сказал, здрасте, меня зовут Саша, я фотограф, и у меня есть отличные кадры Бориса Борисовича. Вот если вы мне дадите свои контакты, я вам без проблем пришлю посмотреть. Ну, пиарщик, Антой пиарщик, говорит, здорово, отлично, она мне дала свои контакты. Я приехал домой, все обработал и отправил ей, получил ответ, что фотографии действительно классные, прошло несколько дней. Сначала у меня был звонок из журнала «Медведь», который говорит, знаете, Александр, тут говорят, что у вас есть такие замечательные фотографии Бориса Гребенчакова, нам как раз нужен кадр на обложку. И так эта фотография попала на обложку. Потом мне позвонили из Rolling Stone и сказали, знаете, нам тоже тут передали, что у вас есть такие классные фотографии Гребенчакова, вот дайте мы что-нибудь из них опубликуем. И так мои фотографии оказались опубликованы в Rolling Stone. Так что, поверьте, это просто работает. Вам нужно везде ходить, со всеми знакомиться, всем рассказывать, какой вы замечательный и при этом, конечно, снимать хорошо. То есть без этого никуда. Ну или хотя бы просто снимать. А там дальше с опытом уже все придет. Ключевая тема нашего курса – это, конечно, работа на мероприятии. Почему я выделил это все в отдельную тему? Потому что я решил собрать в одном месте всю ту информацию, которая, знаете, часто, ну тоже, скажите, она просто недоступна для людей, которые находятся вне профессии. То есть это некие негласные правила, негласные законы того, как нужно работать на мероприятии. То есть как правильно общаться с клиентом. Я имею в виду не в коммерческом плане, а вот именно на мероприятии непосредственно. Как себя вести с гостями мероприятия. То есть все вот эти, знаете, такие некая профессиональная этика, которую необходимо знать, но обычно она приходит только уже с практическим опытом. И, по сути, все вещи, которые я буду рассказывать, да, на них, они связаны именно с такими жизненными практическими вещами. Ну и, конечно, мы поговорим безусловно и о работе с экспозицией, со съемкой репортажа, техническими основами репортажа на улице, репортажа в помещении. Я вам расскажу про работу с цветом, про фокусировку. То есть все такие основные технические вещи. Ну и, конечно, я вам обязательно расскажу о том, как надо мыслить на съемках. То есть когда вы приезжаете на съемку, у вас должен быть уже в голове план съемки. Или хотя бы не план, но некий алгоритм, который вы понимаете. Я вам расскажу, как эти алгоритмы надо строить. У разных мероприятий они несколько разные. Например, когда мы приезжаем снимать допустим презентацию нового продукта, это совершенно один алгоритм. То есть у нас есть свои задачи, свои цели. В первую очередь приоритет отдается, например, кадрам такого больше имиджевого характера, больше брендинга. То есть это презентация какого-то нового продукта. И в то же самое время, если вы снимаете, например, какую-то бизнес-конференцию, то у вас алгоритм уже другой. И как раз я вам расскажу, как правильно строить эти алгоритмы и потом не растеряться на съемке, когда вы там окажетесь. И сегодня, если говорить о такой основе, о теме работы на мероприятии, я хотел бы затронуть такую тему, потому что очень часто это вижу в реальной жизни. Очень часто, когда я работаю на мероприятии, и очень часто я работаю с группой фотографов. Причем, например, часть из них моего уровня, то есть уже опытные фотографы, и всегда есть там несколько человек на таком как бы на подхвате, скажем так. То есть они пришли, я как раз снимаю для своего портфолио. Я вижу одну и ту же ошибку, которую все они допускают. Они приходят на съемку, и их начинают, знаете, окружать стремительно происходящие события. То есть что-то происходит, меняется освещение, меняются залы, где происходит съемка. Кто-то очень важный внезапно заходит и при этом резко гаснет свет в зале. То есть все настройки технической съемки начинают резко меняться в процессе съемки репортажа. И я вижу одни и те же эмоции на лицах этих людей. Я сам их переживал много лет назад. Сначала у вас начинается такая суета, да, что происходит, что сейчас снимать. Потом вы понимаете, что у вас путаются все настройки. Вы начинаете путаться между тем, так, какая у вас сейчас диафрагма, так, какая выдержка, какое ИСа, так, что-то автоматический режим вообще какую-то плохую картинку показывает. Собственно, все приходит к панике в результате. И от паники вы, собственно, запарываете свои фотографии. Это нормально, поскольку пока у вас еще не хватает опыта и не хватает понимания того, что вообще происходит с настройками камеры в разных условиях съемки. Собственно, чтобы описать то состояние, к которому вам нужно прийти, то есть нужно прийти через определенный опыт, через определенные знания, я придумал такое слово. Эксподзен. Это действительно так. Это, знаете, такое понимание, это состояние полного технического спокойствия на съемке. Когда вы контролируете все, вы контролируете экспозицию, вы контролируете все настройки вашей камеры, вы знаете, что, например, если сейчас погаснет свет вот тут, а вот тут зажжется какой-нибудь сильный фонарь, вы знаете, что вы будете делать в этой ситуации. То есть ваши руки уже сами это сделают. И чтобы достичь, да, вот этого некого просветленного состояния, есть несколько действительно действенных рецептов. Прежде всего, вам нужно хорошо знать и понимать все технические основы съемки. То есть понимать, как работает выдержка, диафрагма, экспозиция. Это одно из условий, которые нужно знать, чтобы идти на мой курс, потому что я не буду вас учить вот этим основам. Я вам расскажу, как работать с этими вещами на репортаже, но общее понимание у вас уже обязательно должно быть. И понимание действительно хорошее. То есть не на общем теоретическом уровне вы действительно должны для себя понимать. А также обязательно знать лимиты вашей техники. То есть лимиты в том плане, что вы должны знать, например, ваша камера, она держит, скажем, ISO 3000 или 2000 или она уже на, скажем, ISO 800 начинает шуметь так сильно, что лучше выше уже не лезть. То есть вы должны знать эти лимиты, вы должны знать, скажем, какие у вас объективы доступны. Это очень важно, потому что, например, когда я приезжаю на съемку, да, я знаю, что у меня, например, есть там 24-70, который работает с диафрагмой 2.8, скажем, 80-200, который работает с диафрагмой 2.8, но при этом я понимаю, что если что, если совсем что-то плохое случится, допустим, у меня там всегда есть с собой сейчас еще 85-й объектив 1.4, и я смогу выкрутиться. Конечно, это такое чревато многими проблемами с глубиной резкости в кадре, но тем не менее я смогу выкрутиться. И очень важно понимать, какие есть у вас пути отхода, пути выбора техники, какие настройки вы сейчас можете поставить, какие не можете поставить, какие объективы, если что, вы можете использовать. Вот это понимание, оно тоже дает вам уверенность. И, наконец, последний пункт, это действительно много практиковаться, причем практиковаться в абсолютно реальной жизни. Во-первых, с камерой, да, то есть когда вы просто где-либо ходите и фотографируете, старайтесь себя тренировать на понимание того, что вы фотографируете. То есть вы там зашли в кафе с друзьями или с подругой, попробуйте в ручном режиме поснимать в кафе. Потом вышли из кафе, прошли, зашли в музей или какое-нибудь любое другое место, да, где другое освещение. Попробуйте там в ручном режиме поснимать. То есть постоянно снимайте в ручном режиме, чисто для вашей тренировки, и вам придет полное понимание, как это все взаимосвязано. То есть выдержка, диафрагма, ИСа, для каких условий, что лучше. Через некоторое время ваш глаз сам начнет видеть, скажем, вы будете видеть просто определенный уровень освещенности в комнате, и вы сможете уже сказать, так, окей, вот там диафрагма, скажем, 4,5, ИСа 1600-2000 и выдержка 50 даст хорошую картинку. То есть это у вас придет, но для этого просто нужно тренироваться. Собственно, после того, как вы вот так не тренируетесь и уже начнете делать первые съемки, то, конечно, вам нужно будет обрабатывать ваши фотографии. Это очень важно, потому что, знаете, кроме того, что я работаю на съемках с начинающими фотографами, я иногда работаю на съемках с очень опытными фотографами, которые столько лет уже посвятили репортажному делу, сколько, наверное, я не живу. И они действительно мастера, да, как бы съемки, но они из немножко другого поколения и не умеют хорошо обрабатывать фотографии, скажем честно. То есть они как бы понимают, что это как бы такая хорошая вообще-то штука, но как-то уже не хочется им в это вникать. И при том, что снимают они объективно лучше меня и лучше практически всех фотографов моего поколения, у них потрясающе набита рука, но на выходе конечный их продукт не так привлекательен для заказчика. Поэтому обработка в современной репортажной фотографии это необходимая вещь. И знаете, иногда я слышу от некоторых репортажных фотографов, что они, скажем, снимают в ШПЕК, потому что им не хочется морочиться с RAW-файлом, потому что это долго. Я сразу понимаю, что я никогда такого фотографа не позову на съемку. Потому что он в любом случае рано или поздно попадет в ситуацию, когда его камера даст сбой и он ШПЕК снимет неправильно. Неправильно, например, по балансу белого. И это будут просто запоротые фотографии. Но самое главное, что даже не запоротые кадры он никогда не доведет до действительно, знаете, такой, как любят говорить, вкусной картинки. То есть без хорошей обработки никуда. И именно об этом я буду вам рассказывать. Я буду вам рассказывать не только о том, как просто обрабатывать фотографии, хотя, конечно, это очень важно. Самое главное, я вам расскажу о построении рабочего процесса. С использованием разных программ, да, меня многие знают именно как специалисты по Capture One, но на этом курсе мы абсолютно толерантны ко всему. То есть если вы работаете в Lightroom, прекрасно. Если в Capture One, чудесно. Если вы работаете вообще там в Апертуре, если она еще жива, то вообще без проблем. То есть каждый выбирает все программы, все программы для обработки или отбора фотографий, выбирает на свой вкус и цвет. Я вам буду рассказывать именно общие принципы и общие приемы, которые работают универсально для любых программ. Ну и, конечно, безусловно, я вам также расскажу и про непосредственные приемы съемки. То есть я вам расскажу про правильную обработку экспозиции, про обработку цвета, про то, как лучше подавлять шумы и увеличивать резкость на репортажных фотографиях. Потому что это совершенно отдельная история. Это не так, например, как с портретными кадрами или с кадрами из путешествий. Там есть очень много своих нюансов. О том, как, например, создать действительно качественные превью для интернета. То есть тоже очень важный вопрос. И сегодня я хотел бы задеть на эти такую очень общую, но очень важную тему. Это построение рабочего процесса. Почему это очень важно? Потому что, еще раз повторюсь, вы будете заниматься бизнесом. А в прямом смысле в ваше время будут, это действительно будет деньги. Поскольку репортажный фотограф, он в большинстве случаев получает оплату по часовой, то есть за час съемки. Но вы понимаете, что час съемки это еще и обработка включает в себя. И чем лучше вы выстроите свой процесс, чем у вас будет продуманнее автоматизирование, тем меньше вы времени будете на все тратить. Значит, вы можете больше зарабатывать. Это просто такая обычная бизнес-логика, ничего более. Например, в среднем процесс, скажем так, процесс работы с фотографиями выглядит примерно следующим образом. Вы сначала копируете материал, потом его отбираете, потом его обрабатываете, затем проходит контроль качества. Вот это, кстати, момент многие упускают, потому что контроль качества это очень важная вещь. И я об этом буду много рассказывать, потому что надо самого себя постоянно проверять. Вы должны быть, вы не должны никогда себе полностью доверять. В основном должны себя перепроверять, чтобы клиент в конечном счете получил исключительно качественные фотографии. Я вообще, в принципе, довольно сумасшедший перфекционист. Постараюсь вас этим не заразить, потому что, на самом деле, ничего хорошего в этом нет, но как сумасшедший перфекционист у меня есть прекрасные технологии такого самоконтроля. Также после этого контроля качества идет детальная доработка фотографий, то есть уже, например, какая-то небольшая ретушь или монтаж небольшой, или возможно увеличение каких-то, может быть, небольших проблем с резкостью. После того, как у нас готов материал, мы делаем из него красивые превью, и когда у нас уже все готово, мы переименовываем фотографии. Это очень важно, потому что, знаете, иногда, когда я сам нанимаю фотографов, они мне потом присылают фотографии. Они мне присылают, например, файлики с именами типа DSC3845. Меня это просто ставит в ступор, потому что это настолько нечеловеческое отношение к заказчику. Ну вот как вы вообще себе это представляете? То есть, этот человек получил фотографию, он показывает друзьям, ему друзья такие говорят, да, слушай, смею, вообще классные кадры, вот особенно DSC68375 вообще отличный, может быть, распечатаем его. То есть, это просто поразительно. Вы должны относиться к вашим заказчикам точно так же, как вы хотели бы, чтобы они относились, чтобы другие, да, как бы исполнители ваших задач относились к вам. То есть, если вы приходите там в ресторан, вы ждете определенного отношения, вы ждете хорошего сервиса. И когда вы работаете фотографом, вы предоставляете этот сервис. Поэтому надо реально по-человечески относиться и делать хорошие имена для ваших фотографий. Там тоже много тонкостей, потому что для частных клиентов и для корпоративных клиентов, например, это разные, разные обычно нейминги фотографий. Дальше идет процесс отправки клиенту и архивация материала. В моем случае весь этот процесс выглядит примерно следующим образом. Прежде всего, я копирую на внешний жесткий диск и одновременно на мой рабочий SSD диск. И вот мой очень важный момент. Я не просто, например, скопировал на внешний жесткий диск, а потом с него перекопировал на SSD. Я каждый раз заново устраиваю процесс копирования с флешки. То есть, сначала с флешки на внешний жесткий диск, потом с флешки еще на рабочий SSD. И при этом все еще это бэкапится в тайм капсуле, ну знаете, в такой системы бэкапа у Apple. Почему я это все делаю? Потому что есть один самый страшный кошмар репортажного фотографа. Это когда у вас идет большой такой поток съемок, например, особенно в какие-то такие пиковые сезоны, когда у вас, например, съемки идут, скажем, 6-7 съемок в неделю и каждая съемка 8-10 часов длиной. То есть, да, вот или как пишут, новый год. То есть, вот такие реально пиковые какие-то моменты, когда вы постоянно снимаете. И самое страшное, это вы приезжаете на съемку, у вас вчера была съемка, и вы приезжаете, и вы включаете вашу камеру и понимаете, что сейчас нужно форматнуть флешку. И вот тут такой страшный момент начинается, когда вы думаете, так, я точно все скопировал, а я точно все проверил. А точно вот эти кадры дома открылись. А точно они без ошибок скопируют. Потому что вы понимаете, что сейчас вы все форматнете эти флешки и начнете на них заново снимать. И чтобы избавиться от этого ужасного чувства, лучше 10 раз перестраховаться. Это опять-таки, вот из жизненной практики я вам говорю, что это точно работает. Поэтому сначала на один жесткий диск, потом на другой, и потом еще в тайм-капсулу. Дальше идет, собственно, процесс отбора фотографий. Я лично делаю отбор фотографий фотомеханики, но опять-таки вам не навязываю. Вы можете выбрать любые программы, в том числе я вам расскажу об альтернативах фотомеханику. Затем у меня идет обработка в Capture One Pro. Контроль качества тут вообще неважно, в какой программе. Есть много разных вариантов. Дальше для детальной доработки я использую Photoshop. И для уже создания превьюшек я тоже использую Photoshop, но с различными экшенами. Мы будем с вами как раз на курсы писать разные экшены для разных настроек резкости, ну и прочих хороших вещей, чтобы правильно создать превьюшки, которые потом клиент смог сразу всякие соц.сеточки выложить или по почте отправить. Они выглядели бы, главное, красиво. Дальше для переименования фотографий, например, я использую такую программу, которая называется Batch Rename. То есть это, опять-таки, я вам не навязываю, я уверен, что есть масса альтернатив, но я просто вам советую использовать какую-то отдельную программу для этого, потому что она обычно дает больше возможностей. А поскольку, например, для корпоративных клиентов зачастую нужно делать довольно сложный нейминг, то есть там по-хитрому задавать имена файлам, то лучше для этого использовать хорошую отдельную программу. Действительно, вам просто экономит время и даст вам больше возможностей. Дальше. Для публикации фотографий лично я использую свой собственный сервер, то есть я его арендую, ну и плюс еще делаю веб-галерее тоже. Почему я использую свой собственный сервер, а не, например, там всякие Яндекс.Диски, дропбоксы и прочие разные устройства облачного обмена файлами. Потому что один из моих основных клиентов это корпоративные заказчики. А что такое корпоративные заказчики? Это люди, которые сидят в каком-то офисе, где обычно есть админ. И вот этот админ зачастую любит отрезать все. Отрезать дропбокс, отрезать доступ к Яндекс.Диску и ко всем остальным подобным сервисам. Потому что во многих компаниях, знаете, это считается неправильным, если сотрудники будут использовать, например, для передачи каких-то корпоративных материалов вот эти открытые бесплатные сервисы. И поэтому зачастую, когда мне заказчик спрашивает, а как вы пришли эти фотографии? Я говорю, я выложу на сервер. И тут же начинаются протесты. Ой, знаете, у нас ничего не работает, приезжайте с дисками. Я говорю, без проблем. У меня мой собственный сервер, о котором не знает ваш админ, и все вам прекрасно скачается. Вот. Ну и после этого идет еще одна финальная архивация на внешнем жестком диске, тоже там по неким правилам, которые, на мой взгляд, удобны для репортажной фотографии. Вот примерно вот так выглядит мой рабочий процесс, и он действительно экономит мне много времени. То есть у меня есть уже четкий алгоритм. Я знаю, что я делаю с каждой съемкой, после того, как я эту съемку принесу домой. Я там знаю, да, как максимально автоматизировать все эти процессы. И это действительно экономит мне кучу времени. Я вижу, Сергей там в часе спрашивает, а размер какого у внешнего диска? Ох, вы знаете, во-первых, он не один. У меня их уже... Вот только вот то, что рядом со мной стоит, я сейчас вам скажу. Раз, два, три, четыре, пять. Только рядом со мной сейчас стоит пять жестких дисков, каждый из них размером от двух до четырех терабайт. И они уже, в принципе, набиты полностью. А еще у меня в шкафу лежит штуки две-три, где-то тоже еще по два-три терабайта. Так что... И еще надо сейчас покупать, потому что они уже все практически закончились. Аурик спрашивает, а как долго вы храните исходники? По-разному, на самом деле, принцип очень... Такой... Есть общий принцип. Если это исходники мне не важны, то в среднем два-три года. По-разному. То есть, я имею в виду RAW файлы. Два-три года где-то. Но с тех пор, как я начал преподавать, я убедился в одной простой вещи. Лучше ничего не удалять. По крайней мере, не удалять те съемки, которые вы хоть как-то, хоть иногда сможете показать. То есть, понятное дело, что если вы снимали какое-то там совсем закрытое частное мероприятие, и вы, очевидно, его никогда никому не покажете, а такие съемки у вас будут, и довольно часто, то, конечно, через два-три года эти RAW файлы можно без проблем удалять. Потому что закачку они явно не нужны, да и вам тоже. Но даже если вы снимали какую-то, может быть, не очень интересную съемку, лучше ее вообще не удаляйте. Потому что, вот у меня было так, проходит, не знаю, лет пять, и для вот какого-нибудь моего мастер-класса или курса, я понимаю, что как было бы здорово иметь RAW файлы той съемки, потому что я смог бы ее показать ученикам. Так что я вот сейчас вообще ничего не удаляю, поэтому у меня в таком масском количестве плодятся все эти внешние жесткие диски. После разговора про обработку и построение рабочего процесса обработки, мы на курсе переходим к вопросу работы со вспышкой. Вспышка – это одна из самых главных вещей для репортажного фотографа, умения с ней работать. Если вы от кого-то слышите, что, знаете, вспышка портит кадры, делает их художественно некрасивыми и так далее, это значит, что это просто человек не умеет работать со вспышкой, вот и все. Собственно, многие фотографы, особенно те, кто больше, знаете, снимают всякие такие свадебные истории, они не умеют работать со вспышкой. Если вы коммерческий репортажный фотограф, вам необходимо уметь работать со вспышкой, потому что зачастую мероприятия проходят в очень темных помещениях, а кадры вам нужно сдать хорошие, светлые, четкие, чтобы все на них было красиво и хорошо видно. И, собственно, во-первых, я вам расскажу про основы работы со вспышкой, я вам расскажу и про техники съемки на улице и в помещении, и как правильно сочетать баланс искусственного и естественного света, как работать с отраженным светом и использовать цветные фильтры. То есть это все те базовые вещи, которые, ну, просто необходимо, на самом деле, знать, без этого как бы совсем никуда. Когда мы с этим всем разберемся, мы перейдем к более таким важным, уже действительно профессиональных вещам. То есть я вам расскажу про различные аксессуары, про то, как работать с выносной вспышкой на репортаже, как правильно выбрать репортажный софтбокс. То есть я вам покажу, например, какие софтбоксы и октобоксы я использую, какие используют мои коллеги, какой есть ценовой выбор. То есть тут все довольно подробно. А также я вам расскажу, как работать с группой вспышек на мероприятии, и как решать абсолютно, скажем так, технические кейсы. Например, скажем, у вас задача снимать перед мероприятием, перед началом мероприятия снимать гостей на пресс-воле. Вот вы там вот должны стоять и их там снимать. Конечно, в этой ситуации лучше принести стоечку, принести вспышку, повесить, например, зонтик и все это красиво снять. Вот я вам расскажу, как подобные кейсы, часто встречающиеся в репортажной практике, как их лучше всего технически реализовывать. Сегодня я бы хотел затронуть только одну такую небольшую вершинку айсберга, потому что вспышка – это потрясающе глубокая тема. У меня есть еще отдельный мастер-класс по основам работы со вспышкой. Там я частично это затрагиваю. Но даже честно про репортажную вспышку можно говорить спокойно два часа, как мы будем делать на нашем курсе. Но даже этими двумя часами там ничего не ограничится, потому что мы будем говорить про вспышку и на разборе всех практических занятий. И когда я буду смотреть ваши съемки и давать вам комментарии. То есть мы к вспышкам, как и к обработке, будем возвращаться постоянно. Так что у нас такая будет тема, которая проходит сквозь весь наш курс. Я вижу, Сергей Фомин запостил ссылку на мой мастер-класс по вспышкам. Рекомендую, если вы интересуетесь работать со вспышкой, действительно хороший материал для того, чтобы начать. Так вот, что нужно для свободы работы со вспышкой? Прежде всего, это очень важно, вы должны уже постичь экспо-дзен. Когда вы его постигли, когда вы спокойно уже работаете с камерой, когда вы спокойно манипулируете всеми этими настройками, ни о чем попусту не беспокойтесь на съемке, вот тут можно серьезно переходить к работе со вспышками. Есть некий такой, знаете, роудмэп, то есть такая карта, как идет большинство фотографов работы со вспышкой. Вы можете просто на нее посмотреть и понять, например, на каком месте вы сейчас находитесь, к чему вам еще нужно стремиться. И я рекомендую именно в этой последовательности проходить все этапы, потому что это просто практически более выгодно. Например, прежде всего вам нужно, конечно, знать технические основы работы со вспышкой, но это очевидно. Дальше приходит понимание работы с естественным и искусственным светом. Это вообще одна из самых ключевых вещей, то есть без этого понимания, увы, вообще совсем никуда. То есть большинство тех людей, которые делают плохие фотографии со вспышкой, они просто не понимают этой связи, как естественный и искусственный свет вообще сочетается. Когда вам придет это понимание, вы начинаете учиться правильно контролировать направленность и мощность света от вспышки. То есть это тоже еще одна очень важная вещь, поскольку вспышка это просто источник света, который полностью подконтролен вам. Вы можете свет перенаправить, отразить, сделать практически все, что угодно. Дальше идет начало работы с различными отражателями, аксессуарами. Я вижу, тут Татьяна в чате пишет, что нужна банка фонга. Но, как бы, тут уж что-то поделаешь. Банка фонга, она, конечно, неплохая вещь, но далеко не самая универсальная. Я вам расскажу об этом. Дальше, после того, как вы изучили уже работу с отражателями, с разными вот этими банками фонга и прочими штуковинами, нужно обязательно научиться работать с цветными фильтрами. Это тоже такая отдельная история. Она очень взаимосвязана с балансом естественного и искусственного света, но в плане именно цветовой составляющей. То есть правильно уравновешивать цвет вашей вспышки с цветом освещения вокруг вас. Существует огромное количество приемов, мы это все рассмотрим. После этого можно уже переходить к работе с выносной вспышкой в руке со софтбоксом или октобоксом. То есть, знаете, да, это типичная съемка, когда фотограф что-то держит в руке, такой какой-нибудь софтбокс и вспышка в руке, и, собственно, снимает, например, портреты на каком-нибудь мероприятии. Для многих съемок это единственный выход. То есть, если вы, скажем, пришли снимать в какой-нибудь клуб, если вы пришли снимать в какой-то клуб, и в этом клубе действительно темно, и света практически нет, то софтбокс или октобокс в руке, это будет, по сути, единственный выход из подобной ситуации. То есть только так вы сможете получить действительно качественный портрет. Так что этому обязательно надо учиться в любом случае. Ну и, наконец, когда вы уже все вот это познали, то можно переходить к уже такому совершенствованию своего навыка и работать с группой вспышек. Это, честно вам скажу, довольно сложно. То есть сложно в том плане, что пока у вас есть еще какие-то отвлекающие факторы, то есть пока вас еще как-то отвлекает экспозиция, то есть вы о ней хоть как-то думаете еще, пока у вас нет полной автоматики в этом плане, пока у вас нет полной автоматики работы со вспышкой и вообще как бы со всеми съемочными штуками, работать с группой вспышек практически невозможно, если честно. То есть у вас вы придете на съемку, и если вы будете еще волноваться и о группе вспышек, то точно, скорее всего, точно напортачите. Поэтому лучше всего это оставлять на последний такой этап обучения, но при этом очень важный, потому что есть некие съемки, скажем, те же конференции, конференции, некоторые презентации, где, если вы хорошо расставите вспышки собственные, вы получите просто потрясающую картинку, которой не будет ни у кого из других фотографов. Очень важная часть нашего курса – это разговор о особенностях съемки мероприятий разных типов, поскольку мероприятия все действительно очень отличаются друг от друга, и, например, съемка выставки значительно отличается от съемка презентации, хотя и то, и то бизнес мероприятий, у нее есть много общих черт, в том плане, какие кадры вам надо снять, как их правильно снять, то есть в каком ключе, с каким мессенджем, то есть как выстроить, например, композицию этих кадров. Но при этом все равно каждое мероприятие, каждый тип мероприятий довольно уникален. И мы поговорим и про деловые мероприятия, и про различные праздники и спортивные мероприятия, то есть имбилдинги, соревнования, детские, частные праздники, корпоративы. И вот тут тоже огромное количество тонкостей, да, то есть, например, те же корпоративные праздники – это вообще очень такое практически искусство, их хорошо снимать, да, то есть если к этому серьезно относиться, если вы будете к этому относиться как, знаете, такая типа халтура, ну, это серьезный разговор, потому что, еще раз повторюсь, я вас буду обучать настоящему серьезному фотобизнесу, то есть бизнесу, в котором нужно уважительно относиться к вашим заказчикам и действительно, ну, как бы, действительно гордиться и радоваться тому, чем вы занимаетесь. Если вам это не приносит радости или вам это не нравится заниматься, скорее всего, это же съемка именно корпоративов – это не для вас. Но если вам все-таки это нравится снимать, то тут очень важно соблюсти, знаете, такой правильный баланс между ситуацией, когда люди такие веселые и в драйве, и при этом не лежат где-нибудь в салате. То есть вот правильно поймать этот момент, чтобы все было очень весело и при этом очень эстетически приятно. Это очень сложная история, и мы постараемся с вами ее раскрыть подробно. Сегодня я хочу вам показать такую небольшую частичку того, что я буду вам рассказывать на этом занятии курса. Я вам покажу одну съемку, конечно, не полностью, потому что она очень большая. С этой съемкой у меня было где-то на выходе клиенту порядка полторы тысячи фотографий. Я вам покажу некую выжимку этих фотографий и покажу, по какой логике они все были сняты, почему они именно были сняты, и в чем вообще, скажем так, особенность подобной съемки. Эта съемка – это фестиваль «Усадьба джаз», который проходит в Москве довольно регулярно. И на первом креке буквально, по-моему, несколько дней назад он был. И я его снимал в 2013 году и снимал его для Сбербанка. Поскольку Сбербанк был одним из главных спонсоров этого мероприятия, и, соответственно, моя задача как коммерческого фотографа была снять, во-первых, сам фестиваль и присутствие моего клиента на этом фестивале. То есть брендирование, различные зоны, но при этом сохранить общую атмосферу этого праздника. Вот такая задачка. Давайте посмотрим, как ее можно решить. Во-первых, сначала вы, конечно, приезжаете на мероприятия. Приезжаете рано с утра. На такие мероприятия обычно очень рано надо приезжать, очень заранее. И вы приехали, сонные, невыспавшиеся, и вам нужна разминка. Вам нужно начать разминаться, чтобы сделать потом, уже войти в такой съемочный ритм и снять действительно уже такие классные продающие кадры. Поэтому для начала снимайте просто, скажем так, интерьеры, которые там есть. Это нужно в любом случае. Это такие кадры, которые потом будут использоваться в отчетности, желательно с разных ракурсов. Но для вас это будет больше разминка. То есть, вам как бы так пристреляетесь, чуть так разомнетесь, и будете готовы уже к такой полноценной съемке. Ну, а заказчики вам только спасибо скажут, потому что вам обязательно, им обязательно нужны эти фотографии, как был обставлен интерьер, как это все было сделано. Когда вы, значит, все сняли, пора переходить к деталям. Мы ищем брендинг везде и красиво его снимаем. Это очень важный момент. То есть, нельзя подходить к вопросу съемки, например, брендинга, да вообще никаким вопросам съемки, знаете, с таким вот, как бы вот, отстреляться и все. Да, то есть, так, зайти и снять, все, господи, и пошли дальше. Вы должны снять так, как никогда не снимет ваш заказчик сам. Потому что сейчас в современном мире, да, когда у каждого есть какой-то там айфон или даже зеркал какая-то или беззеркальная камера, сейчас, в принципе, более-менее приятные кадры, да, может практически любой человек снять, он просто подходит, делает кадр, и вы должны снять так, как он не снимет. Потому что только в этом случае он продолжит у вас заказывать фотографии, он будет видеть, за что он платит. Поэтому фотографии даже того же брендинга, они должны быть красивые, они должны быть сочные, они должны быть художественно-эстетически приятные. Вы должны таким образом, да, снимать практически все такие мелкие детали, которые вы видите, где нанесен какой-то логотип или название вашего клиента. Даже самые простые, самые банальные вещи вы все равно должны снять красиво. То есть, это вот, по сути, есть это ваша работа, вы должны видеть вещи, которые другие увидят просто и плоско, да, вы должны увидеть красиво. Это действительно очень важно, потому что потом все подобные кадры, они идут в разные презентации, они идут в разные буклеты, и во многом зависит от того, от этих кадров зависит, будет ли у вас заказана еще одна съемка или нет. Я это говорю, знаете, не из каких-то пустых слов, я просто много раз встречался с ситуациями, когда мне заказчик был, Саша, знаешь, вот, тебе честно, мы, вот, наше начальство тебе проплатило вот эту сейчас съемку, потому что вот из одного кадра. Один кадр им настолько понравился, что они просто кольнее, ну вот все, все, работаем с ним обязательно дальше. Так что, и кадр, кстати, был вот примерно подобного уровня, но просто другие фотографы, они смотрели на все эти вещи очень наплевательски. И это работает, правда, работает. Вы должны подмечать все детали, например, на вот это мероприятие, там людям паспорта раздавались, которые потом можно было вот так проштамповывать, и вам нужно это заснять, вам нужно заснять, да, все брендированные вещи, все, что присутствует на мероприятии, и заснять не просто, да, как-то совсем уныло, а заснять, стараться найти какие-то интересные ракурсы, интересные какие-то, может быть, расфокусы делать, передние, задние планы, то есть искать какие-то необычные подходы, снять все логотипы, да, все брендирование вашего клиента, который вы видите. Когда уже, собственно, вы это все сняли, уже подразмялись, можно начинать снимать аниматоров и другой персонал, который присутствует на мероприятии, поскольку, опять-таки, это большой труд, большой труд, знаете, одеть этих людей, подготовить этих людей, чтобы они все делали правильно, и ваша задача, как фотографа, все это правильно сфотографировать, правильно показать, какие они позитивные были, какие они, как они были здорово одеты, да, как вот показать вот ту атмосферу, да, которую они передавали клиентам, вашего клиента на этом мероприятии. Поэтому ходим, их обязательно снимаем, пока еще не начался вот тот самый основной поток посетителей на мероприятии, у вас на все это должно хватить время. Потом начинают, собственно, приходить люди, и вы должны одновременно с коммерческими, да, кадрами, вы должны снимать атмосферу мероприятия. То есть, как там люди отдыхают, как они проводят время. Конечно, должны быть различные позитивные фотографии. То есть, это, ну, вот те самые такие кадры, которые можно потом где-либо использовать, чтобы просто показать, как вообще это все происходило. При этом, не забывая то, что вы коммерческий фотограф, и вы работаете на конкретного клиента. То есть, вы, конечно, снимаете, да, общую атмосферу, но при этом обязательно снимаете все эти точки, да, где как-то присутствует брендинг вашего заказчика. И вы делаете позитивные фотографии именно с этим брендингом. При этом, периодически, да, основной делая общие кадры, делая какие-то атмосферные такие красивые крупные планы, вы ищете нестандартные какие-то решения, может быть, снимать через зеркало, чтобы, знаете, передать вот это. Там же много на этом мероприятии, на садьбе джаз присутствует всяких таких интересных штук, необычных, хендмейда. Ну, и ваши фотографии, они тоже должны быть не совсем, потому что такие обычные. Они должны каким-то тоже собственным подходом быть сняты. Но при этом всегда вы держите в голове, что у вашего заказчика есть точки активности по всему этому мероприятию, и вы всегда должны очень большой процент времени уделять именно им. То есть вы должны снимать, как люди принимают участие в активностях вашего заказчика, какой из этого получается результат. Снимать желательно абстрактные кадры с логотипом клиента и размытым обликом человека, потому что такие кадры потом намного проще использовать в коммерческих, например, целях, потому что лицо человека не видно, а такое общее настроение позитива присутствует. Юристы прям обожают такие фотографии. Конечно, обязательно снимайте живые эмоции людей, которые взаимодействуют с вашим заказчиком. Если вы снимаете детали, то всегда сделайте обязательно кадр, где есть акцент, акцент по резкости и по фокусу на логотип клиента. Но при этом, опять-таки, не забывайте и про обычные атмосферные кадры, потому что без этого ваша съемка не будет полной. Если вы все снимете только в таком коммерческом ключе, то потом эти фотографии будут очень сложно использовать где-то в СМИ, без настоящих таких душевных, жизненных кадров. Вот это, кстати, совершенно не постановочный кадр, это просто дети. Детей лучше всего ловить момент, потому что они придумывают такое, что ты даже с постановкой сам себе не придумаешь. Лоббить общую атмосферу, что происходит на мероприятии. Но при этом, опять-таки, всегда сворачивая на какую-то новую точку активности, где вы еще, например, не были. И вот тут я тоже сразу вам скажу, что коммерческий репортаж, что физически очень-очень непростая профессия. Потому что, когда я снимал в фестивале вот эту усадьбу Джаз, мне туда только приехал, знаете, такой шагометр Fitbit. И, собственно, вот я всю эту съемку ходил именно с ним. За два дня, представляете, да, я нагружен оборудованием, на мне две камеры, пять объективов, две вспышки, плюс еще там по мелочам всякого, типа батарейки и прочее. И вот с этим всем нагрузом за два дня я прошел 60 километров. Вот это, собственно, реальная работа коммерческого репортажника. То есть это, во-первых, прекрасный способ похудеть, ну и в физической форме тоже оставаться. Это отлично просто работает. Обязательно снимайте, да. Помните, мы сняли не только вот этот паспорт, да, в начале. Вот вам, конечно, нужно его снять, да, в начале, но обязательно снимите, какая активность с ним происходит в реальной жизни. То есть чтобы это не было у вас только тот кадр один остался, который такой статичный, вы должны какую-то динамику передать, показать, как люди пользуются какими-то этими вещами, да, которые предоставил им клиент, то есть какие-то радостные вещи. Но поскольку это все-таки музыкальный фестиваль, то вам, конечно, обязательно надо снять и музыкантов в разных их видах, и в портретных фотографиях, и в таких более общих кадрах. Например, снова Борис Борисович. На самом деле такие мероприятия – это прекрасный способ получить красивые фотографии просто для вашего портфолио, потому что зачастую, если это мероприятие хорошее, то и свет хорошо поставили, значит, скорее всего, вы получите какие-то интересные кадры, которые потом сможете использовать. Но, опять-таки, если вы снимаете музыкантов, снимите и то, как люди на это реагируют. Да, вот это их радость, атмосферность. А при этом, чтобы были кадры, как люди используют, да, вот этот, например, в данном случае это в этот домик, да, который построил Сбербанк, как они его используют в этих целях, в том числе и наслаждение музыкой с этого фестиваля. Ну и снимайте просто обычных людей, просто их настоящие эмоции, как они просто веселятся, как они взаимодействуют с вашим заказчиком, с его различными, там, всякими штуками, которые им предоставляются. То есть, все, что можно снять, да, обязательно снимайте с разных ракурсов, ищите разные точки, ловите настоящие моменты радости. Это очень важно. То есть, вот эти, почему я нашла ходила, да, там, 60 километров, потому что, если вы не будете много ходить, вы будете упускать кадры настоящей радости. Но при этом не забывайте, что вам всегда нужны и коммерческие кадры. То есть, кадры снятые с каким-то брендированием, с красивыми, молодыми, ну, не молодыми, но, главное, позитивными людьми, и которые как-то взаимодействуют с вашим клиентом на такой какой-то очень радостной, позитивной волне. Если клиент у вас хороший, то вы такие кадры без всякой постановки получите. То есть, вот это все, что вам показывают, это действительно настоящие кадры без постановки. Поснимайте и общие, опять-таки, планы, да, каких-то разных мест этого фестиваля, и ловите эмоции настоящие людей, которые там отдыхают. Ну, и также общие планы тоже снимаем. При этом не забываем заходить, да, в какие-то точки активности, где, которые были устроены вашим клиентом, чтобы конкретно знать, что там происходит. То есть, в данном случае, чем важно, чтобы в кадр попадал логотип клиента, чтобы было показано, что именно здесь происходит. И, причем, знаете, очень много есть таких тонкостей интересных, которые, о них начинаешь реально задумываться только после довольно большого опыта съемки. Например, если на мероприятии стоит какая-нибудь штука, в данном случае это вот такие специальные ящички для зарядки устройств. Вот если они стоят, то вам нужно не только их снять, а снять еще, как люди с ними взаимодействуют. То есть, как они действительно пользуются этими вещами и желательно тоже на какой-то такой позитивной волне. Ну, и вообще, в целом, например, тоже из таких других вещей, которые тут было, это люди подходили, брали специальные такие пароли для быстрого бесплатного интернета, и вам нужно снять весь этот процесс, что люди подошли, взяли вот эти карточки, там важный момент, что они стирают и получают код, и начинают его использовать. То есть, это, казалось бы, простые кадры, но эти кадры, они очень важны, потому что если вы этого не снимете, никто этого больше не снимет. То есть, в этом именно ваша работа, то есть, не просто увидеть, что там было, но передать это, передать это в фотографиях, чтобы потом из этого можно было такую большую фотоисторию сложить. Причем, есть совсем неочевидные вещи, например, на этом мероприятии там были поставлены специальные урны для разного типа мусора, и, ну, то есть, там бумага в одну, стекло в другую, пластика в третью и прочее, прочее. И, конечно, можно просто подойти, да, и сделать кадр вот этих мусорок, как делают многие фотографии, понимаете, они вот, там им сказали, там, сними мусорки. Ну, они подходят такие, делают кадр, господи, это же мусорки, что тут снимать? Вы должны думать глубже, потому что, если вы будете думать глубже, вы сможете предоставить те кадры, которые другие фотографы не предоставят, да, и поэтому снимите не просто эти мусорки, а какой-то кадр, который показывает с ними взаимодействие, да, то есть, как это именно происходит, что это не просто какой-то совсем уже, да, такой кадр, что, оп, мусорки. Даже в таких мелочах, все равно думайте об этом. Я уже не говорю о том, что все фотографии, где происходят любые активности с какими-то вещами заказчика, это все нужно снять. Если там кому-то вручают приз, мы снимаем эмоции. Любые вообще-таки настоящие радостные эмоции, это прям супер важная вещь для хорошего фоторепортажа. Ну, и, конечно, не забываем, что без красивых общих планов тоже ничего не поделаешь. Ну, вот это вот такой пример, да, вот логики съемки одного мероприятия. И поскольку все мероприятия очень разные, я вам буду такие разные логики показывать. То есть, это, например, музыкальный фестиваль с презентациями все по-другому, с конференциями все вообще иначе. То есть, для каждого, для каждого направления есть своя логика, а свои кадры и свое понимание, на что у нас приоритет и что, наоборот, для нас вторично, скажем так. И, наконец, такая последняя теоретическая тема, которую мы будем затрагивать на курсе, но при этом она, пожалуй, самая важная, если где-то коммерческая составляющая профессии репортажного фотографа, это, конечно, переговоры с заказчиками и поиск клиентов. Я вам расскажу те вещи, которые точно нигде не прочтешь. То есть, они их не пишут и, знаете, обычно это просто только в живом общении такие вещи узнаются у других фотографов. То есть, это различные юридические аспекты. Правильное общение с заказчиками, ценообразование, скажем так, как правильно показать ваши фотографии клиенту, как их правильно презентовать. Потому что в некоторых случаях это очень-очень важный момент. Но, кроме этого, мы поговорим не только о том, как общаться с уже заказчиками, которые есть, потому что не факт, что они у вас есть, поскольку вы же только начинающие фотографы. Мы, конечно, будем говорить о том, как правильно составить портфолио. По сути, для каждого из вас я сделаю некое такое портфолио-ревью. То есть, я скажу, что лучше оставить в портфолио, что лучше убрать, что лучше добавить, если есть такая возможность. Расскажу, какие есть площадки для публикации портфолио, какие есть варианты, как лучше искать клиентов и в онлайне, и в оффлайне. И, например, как правильно себя рекламировать и работать социальными сетями, потому что сейчас это все очень важные вещи для, в принципе, любого предпринимателя, но коммерческого и прохоженного фотографа в частности. И сегодня я хотел бы затронуть только одну тему. Это продукт фотографа. Не все понимают этот момент, и именно из-за этого непонимания, к сожалению, получается очень много таких коммерческих неуспехов. Вот такой вопрос. Что продает фотограф? То есть, в чем его продукт, что он продает? Безусловно, я уверен, что у вас сейчас у всех в голове мысль, что, конечно, фотограф продает фотографии. Он же фотограф. На самом деле, это не так. На самом деле, фотограф, я вот вижу, например, этот Спартак пишет, что эмоции, Алексей пишет свое видение и ситуация. Вы правы, но это все лишь слагающее. Вот я вам сейчас покажу два конкретных кейса, что на самом деле является продуктом коммерческого репортажного фотографа. Например, для бизнес-съемок продукт вас, как фотографа, это будет решение проблем. Представьте, да, что для вашего заказчика, кто такой, например, ваш заказчик для бизнес-съемок? Это какой-то пиарщик или какой-то менеджер или человек, который занимается мероприятиями в этой компании. Ему начальство говорит, слушай, нам нужно сделать съемку мероприятия и чтобы там еще вот как-нибудь гостей красиво так у пресс-вола фотографировали, а потом еще, чтобы там мы награду будем давать и вот чтобы каждого еще с наградой снять. Это проблема. Это проблема для этого менеджера и проблема в очень глобальном смысле. То есть, начиная от того, что надо выяснить, кто это, что будет, как снимать, как-то договориться, понять, сколько все стоит. И за решением этой проблемы обращаются к вам. Причем, решение проблемы, оно опять-таки очень глобально. начинает от того, что, конечно, вы все расскажете, хорошо, как снимать, вы не будете говорить, что там эти разговоры бессмысленные, типа там, так, ну, ну, сколько у вас есть денег, там, или что такое? Нет, вы должны сразу дать готовые решения. То есть, вы даже сказать, смотрите, ребят, есть такой вариант, есть такой вариант, есть такой. И дальше менеджер уже сделает выбор и это именно упростит ему жизнь. Но кроме этого, решение проблемы включает в себя, конечно, качественную вашу работу, те самые фотографии, те самые эмоции, там, видение ситуации, все прочее. Но при этом безумно важно для работы с бизнес-съемками, это то, чтобы вы не опоздали, чтобы вы потом сдали фотографии в срок. То есть, вот все вместе, это ваш продукт, как фотограф. И именно из-за этого, знаете, очень часто идет такое непонимание, что иногда, там, вот мне жалуются, да, некоторые начинающие фотографы, они видят какие-нибудь работы какого-нибудь фотографа и говорят, слушай, ну вот как же он так снимает, он как-то абсолютно середнячково, почему он такой успешный, почему у него столько заказчиков, почему у него, там, постоянно идут какие-то съемки. Может быть, действительно. Возможно, действительно фотографии он делает, ну, обычно, ничего особенного. но в целом его продукт, да, его, то, что он продает заказчику, потрясающего качества. Возможно, он умеет шикарно общаться с заказчиком и лишать вообще какой-либо головной боли этого менеджера. То есть, менеджер просто скажет, там, слушай, нам нужно вот сделать вот так, да, как бы нам нужно, чтобы там сняли мероприятие, распечатали потом как-то фотографии и потом еще все это нам вывели на какой-нибудь монитор, с трансляцией в Инстаграм. Вот этот фотограф, который, может быть, снимает не очень, но он скажет, что, ребята, я все устрою. И он действительно все устраивает и действительно он делает все это вовремя, весь материал сдает вовремя и за этот продукт люди готовы платить. Потому что фотография это лишь часть этого продукта, она важная часть, но она лишь часть. Если вы не сможете предоставить этот продукт, то вы не будете коммерчески успешны. со свадебной фотографией похожая история. На мой взгляд, продукт свадебного фотографа это хорошие воспоминания. В каком плане? Ну, начиная от тех же простых вещей, да, что, почему так важна личность свадебного фотографа как человека? Потому что вы его пускаете в свой ближний круг, вы его пускаете на свою свадьбу. И вам важно, чтобы от него остались хорошие воспоминания, что он себя вежливо ввел с вашими гостями, он никуда не опоздал, был очень опрятно одет и, знаете, не выпил рюмку другую. Это первые, хорошие воспоминания. Дальше, конечно, идут непосредственно фотографии, это естественно. И дальше хорошие воспоминания, чем еще, да, заканчиваются? Заканчиваются тем, что эти фотографии как-то красиво напечатаны, оформлены в красивый альбом, красиво преподнесены, и все вместе вот этот образует продукт хороших воспоминаний. И опять-таки, да, есть какие-то очень талантливые, да, фотографы, которые, возможно, делают потрясающие фотографии, но при этом они любят выпить на съемках, есть такие люди, и при этом они не готовы вообще никак красиво обертывать, да, свой материал. Они не будут так успешны, потому что их продукт хуже, чем продукт других фотографов, которые, может быть, снимают хуже фотографии, зато лучше понимают, что нужно заказчику. Поэтому понимание вашего продукта, это, по сути, есть главный шаг к вашему коммерческому успеху. И вот в этом ключе, да, я хотел бы вам дать такое первое домашнее задание, его не нужно, да, мне высылать, и я не смогу его проверить, но оно важно с точки зрения, знаете, просто вашего собственного понимания. Посмотрите, например, на свой сайт или на свою страничку в интернете так, как вы смотрите на все остальные сайты, например, когда вы ищете себе, не знаю, сантехника, тренера по фитнесу, какого-нибудь врача, то есть, когда вы ищете специалиста в какой-то такой области, в которой вы ничего не понимаете, и ваши клиенты, которые будут смотреть ваш сайт, они тоже ничего не будут понимать фотографии, большинство из них не будет понимать, им не нужно понимать, они для этого пришли к вам за хорошим вашим продуктом, и посмотрите, как ваш сайт, какой продукт он продает, что он говорит о вас с точки зрения вот этого человека, который ничего не понимает фотографии, может быть, прекрасные кадры, вы на них не смотрите, вы смотрите на все остальное, что там сказано о вас, а есть ли там ваша фотография, потому что многие люди хотят увидеть человека, с которым они потом его в свою личную жизнь пустят, вот такое это первое домашнее задание, просто подумать, потому что это действительно важная штука для коммерческого осознания вас как фотографа, ну и собственно мы переходим к третьей части нашего сегодняшнего занятия, перед этим мы сейчас сделаем перерывчик, а после этого будут вопросы, я вижу, они уже тут скопились, и я обязательно на них отвечу, вы можете пока их еще писать, и по курсу, и вообще по съемке, не стесняйтесь, спрашивайте, собственно, начинается та самая такая часть открытого общения на нашем обзорном занятии, но перед этим, конечно, перерыв, потому что чай, кофе и плюшки, поэтому 10 минут, а я вам поставлю какую-нибудь музыку замечательную, все, увидимся через 10 минут, Сергей спрашивает, кто был со временем в оффлайне, там он скидки не будет, нет, Сергей, к сожалению, нет, но поскольку оффлайн и оффлайн занятий, которые я когда-то проводил, и школа профайл, совсем-совсем разные вещи, это именно такая акция от школы профайл, кто был на их онлайн мастер-классе по репортажу. Алексей, вот Алексей отличный вопрос задает, как обезопасить себя и свою технику во время съемки репортажа? Смотрите, тут много граней, конечно, этого вопроса, потому что, во-первых, обезопасить нужно, прежде всего, где у вас она будет лежать. Всегда на мероприятиях я стараюсь выяснить, есть ли у организаторов, знаете, чаще всего это называется как бы штабом, то есть некая комната, где все оставляют свои вещи и всегда там есть такой человек, который там сидит и по сути охраняет эту вещь, то есть они не только ваши будут вещи лежать, но и самих организаторов разные ценные вещи, так что это очень желательно, что такая комнатка была и в ней в принципе можно довольно спокойно все оставлять, потому что, как правило, никаких проблем нет, но если, например, такой комнаты нет, то я стараюсь, видите, все свое носить с собой, то есть если я понимаю, что как бы такой комнаты нет и мне рюкзак оставлять с моим фотооборудованием особо так негде или можно его только оставлять, знаете, где-нибудь там не знаю, там у диджея, у пульта или что-то такое, я лучше возьму с собой, то есть я на себя лучше повешу две камеры и объективы как бы свои подсумки распихаю, потому что мне так будет спокойнее, то есть я не люблю оставлять вещи где-либо, потому что много случаев, все знают сколько стоит техника, особенно сейчас она еще дороже стоит и зачастую действительно исчезает это все, поэтому или в надежном месте у организаторов или собственно носить с собой, но конечно не видеть рюкзака постоянно за спиной, потому что это вы не сможете хорошо работать, это будет очень странно выглядеть. Руслана спрашивает курс будет проходить онлайн, я первый раз у вас не пойму как будет проходить практика со вспышкой например, смотрите Руслана будет все происходить следующим образом, занятия все все именно занятия они будут идти вот так же как сейчас точно так же будет такой же виртуальный кабинет где мы будем с вами все ждать я буду вам показывать кучу разных слайдов, съемок, показывать как будет проходить обработка, то есть вы можете посмотреть например некоторые записи моих занятий по Capture One все будет все так же будет происходить вся практика все съемки работа с той же вспышкой именно как ваше практическое задание это все вы будете делать самостоятельно то есть например у вас скажем будет задача в течение недели снять любое мероприятие которое происходит в помещении значит как мы с вами на курсе договоримся вы уже заранее должны будете выбрать что вы будете снимать для вас это не было сюрпризом и чтобы вы смогли найти заранее такое мероприятие вы его снимаете отправляете съемку как сдачу домашнего задания я во-первых его проверяю и дам вам личный комментарий но и также ваши работы в числе работ других учеников я также проверю на именно на занятие разберу и вот кстати когда я рассказывал про это я видел сообщение в чате что это очень сильная нагрузка на преподавателя полностью согласен поэтому я не уверен что этот курс будет проходить часто вот сейчас он по сути запланирован на июль на июль август начало августа и это просто такое хорошее время для этого курса потому что это самый такой спад по съемкам для меня и у меня будет на это время когда в следующий раз я смогу провести такой курс пока точно не знаю но точно конечно еще будет повторяться но вот с какой частотой тут сложно что-то гарантировать потому что действительно я действительно планирую очень много времени выделять на общение с вами на проверке ваших работ и соответственно часто это делать точно не смогу потому что у меня очень много съемок Татьяна спрашивает скажи пожалуйста а вы снимаете с полупроводником света меня очень волнует эта тема хочу купить лидзилу дедолайта нет я с ним не работаю поскольку на мой взгляд для репортажной съемки это не самое лучшее решение именно коммерческой репортажной съемки у меня есть знакомые кто мои коллеги кто работает с таким светом но в основном это все больше знаете такого художественной направленности фотографы то есть или это свадебная свадебная съемка свадебный репортаж или это какие-то такие лавстории или это какие-то совсем такие частные мероприятия не очень большие то есть это ну просто довольно специфическая история она хороша тем что ну единственное она требует на мой взгляд ассистента обязательно чтобы ассистент с вами присутствовал и правильно как бы направлял вам этот свет но как бы для коммерческой репортажа оно для этого не очень подходит то есть коммерческом репортаже лучше учиться просто со съемками работать Ксения спрашивает план съемки обязательно фото это только то что знает и понимает сам фотограф в зависимости от типа мероприятия или это совмещение с требованиями заказчика ну конечно безусловно требования заказчика всегда в приоритете проблема в том что большинство заказчиков не могут формулировать свои требования то есть есть очень опытные заказчики которые вам напишут четкий бриф у меня бывает такое что я иногда всю съемку я бегаю знаете такая пачка листов А4 у меня там подробный бриф написан включая портрет людей конкретных которые мне нужно снять там важных самых людей и все прочее но это знаете такая съемка одна одна из 30 то есть это настолько редкие съемки где заказчик настолько хорошо подготовлен обычно какая идет задача нам нужно все снять красиво самое главное снять вот это событие будет вот это и вот этих людей это самое главное что например нужно снять они вот так рассказывают в некоторых случаях из того что говорит клиент можно правильно трактовать его слова например если он вам говорит что потом нам нужно эти фотографии хорошо разместить в СМИ это значит что вам нужно стараться чтобы на большинстве кадров был красивый брендинг красивые логотипы то есть чтобы практически всех кадров для СМИ так или иначе присутствовало название компании чтобы это ну как бы как-то компания узнавалась потом на этих фотографиях то есть мало кто заказчик может правильно сформулировать свои задачи но если у вас уже есть понимание того как в принципе нужно снимать разные направления разные типы мероприятий плюс вы слышите что вам говорит заказчик и из этого у вас в голове уже будет хороший четкий план и опять-таки это хорошая история про решение проблемы клиента то есть он просто вам говорит с ними нам хорошо вы может быть зададите какие-то уточняющие вопросы и дальше действительно снимите хорошо как раз как нужно клиенту и в глазах вот этого менеджера вы будете просто прекрасным решателем его проблем потому что вы просто он просто вам сказал сделай хорошо и вы сделали хорошо хотя конечно тут очень много прослоек того что нужно знать чтобы сделать хорошо при таких условиях антон скажите как вы носите на себе две камеры и пять объективов используйте какую-нибудь разгрузку ремень для двух камер типа black rapid или еще что-нибудь подобное да ну как раз подробно я буду на курсе им нужно показывать конкретные модели что я использую но да для двух камер я использую black rapid на эти мне очень нравится модель называется yeti у них много разных моделей у них есть модель которая вот такая с двумя лямками мне она не нравится потому что она знаете довольно громоздко как-то выглядит я использую модель с одной большой лямкой от которой идут для одной камеры для другой называется black rapid yeti и вот ее используют для камер а для всех объективов я think tank использую подсумки мне кажется они самые качественные самые здоровские алексей спрашивает тоже прекрасный кстати вопрос причем есть что мне сказать алексей спрашивает как вы поступаете если техника выходит из строя прямо во время съемки расскажу вам такую ситуацию буквально год где-то назад у меня была съемка очень важная съемка очень очень значимого менеджера топ менеджера очень крупной известной компании и мы снимали его портреты я всегда на все съемки с собой вожу две камеры это может опять показаться паранойи даже если я не использую вторую камеру если она мне не нужна я всегда вожу две камеры и вот представьте мы поставили студийный свет мы все сделали я начинаю снимать его портрет в этот момент у меня умирает камера просто она взяла и умерла потом как выяснилось в ней короче перегорел блок питания по сути микросхема питания перегорела она просто умерла не подавая вида я как бы такой сделал кадр типа что-то я так размышляю в это время я тихонечко просто меняю на другую камеру ставлю и продолжаю снимать как будто ничего не случилось но для этого нужна вторая камера то есть со временем вы поймете что без второй камеры будет просто страшно выезжать на съемку потому что такие ситуации реально происходят вот у меня за всю жизнь только однажды камера умерла но знаете этого даже достаточно у меня были у моих разных коллег ситуации когда однажды один мой товарищ он перед съемкой он был в поездке и у него камера лежала в черном кофре очень долго на солнце и у нее представьте поплавилась матрица прям вот то есть все кадры он снимает все работает но вот прям видно что матрица как-то поплавилась прям вот такая пошла вот такими волнами расплавленными и он заметил только уже на съемке потому что он сразу из путешествия сразу на съемку поехал и он срочно позвонил мне я сорвался приехал и подменил его на этой съемке то есть второй совет кроме того что нужно иметь камеры вторые нужно иметь коллег которым вы доверяете и которые смогут вам приехать в таком случае но на самом деле в профессиональном сообществе это как бы всегда у вас найдут свои статьи люди если вы будете регулярно работать которые смогут вас так выручить или вы их так будете выручать Ксения спрашивает как снимать кофе-брейки и автопати для конференции что можно что нельзя ну во-первых я сразу скажу что кофе-брейки и автопати это одна из самых главных вещей что вообще надо снимать на конференции то есть конечно понятно там спикеры вот это все это очень нужно но эти конференции во многом делаются ради того чтобы люди получили доступ к телу да то есть чтобы там вот эти спикеры чтобы показать что с этими спикерами можно было пообщаться и соответственно вот эти кадры живого общения они очень нужны потому что многие покупают билет на эти мероприятия только ради того чтобы потом подойти лично как-то познакомиться что-то рассказать кем-то довольно известным специалистам в своей области и соответственно вам обязательно нужны эти кадры какие они должны быть во-первых это кадр должен быть живого общения позитивного с улыбкой ну хороший спикер всегда он всегда будет улыбаться и всегда будет как-то вот так жестикулировать то есть это не знаю моя практика показывает что практически все хорошие спикеры так получаются на фотографиях нельзя конечно снимать как люди жуют люди как они что-то пьют и причем я не просто это не снимаю я людям всегда демонстративно показываю что я это не снимаю то есть например если я вот так иду телевиком ищу какой-то кадр случайно попадаю как бы вот так навожу объектив на кого-то человек который что-то ест в этот момент я демонстративно показываю что я убираю камеру то есть чтобы человек ни в коем случае не напрягался моего присутствия потому что потом он будет всегда на вас косо смотреть и вы не сможете его красиво вы должны показать что вы вменяемый человек вы хороший профессионал и вы сделаете только хорошие фотографии вы не снимете ничего лишнего поэтому я всегда очень аккуратно снимаю подобные вещи я редко ну так в зависимости от мероприятия но чаще я стараюсь оставаться сильно в стороне то есть я надеваю телевик и тихонько ищу кадры я не подхожу обычно к людям мне говорят о ребята давайте я вам сделаю кадр это немножко не тот формат для бизнес-конференции такое может хорошо сработать если например вы снимаете какой-нибудь такой тимбилдинг где все веселые и все такое на радостном позитиве а когда есть бизнес-конференции лучше ловить аккуратно красивые моменты и главное делать это максимально этически правильно чтобы люди видели что вы действительно с пониманием снимаете то что вы снимаете а не просто ходите и потом компромат на всех собираете Ксения спрашивает как отмахаться от клиента если он сразу после съемки просит травы ну смотрите прежде всего я всегда говорю заказчику что RAW файл это не готовая фотография это не готовый продукт который я готов показать это некий полуфабрикат на котором еще надо работать и работать и если он сейчас получит фотографии во первых не факт что сможет их открыть сам а самое главное что они будут совсем не такого качества как и какой он ждет и поэтому если например срочно нужно заказчику скажем вот для СМИ вот прям срочно чтобы ушли куда-то в печать я лучше приеду домой спрошу так сколько вам нужны кадров какие вам нужны кадры быстро обработаю и ему отправлю чем я буду давать какую-то ему полную съемку то есть вы должны выяснить зачем мы эти RAW файлы и постараться просто другим путем решить его вот этот как бы запрос вот Ксения пишет чтобы у меня было не потерялось ну в таком случае ну смотрите как бы в принципе если для меня эта съемка не особо какая-то важная или что-то такое я без проблем могу отдать RAW файлу клиенту просто мало кому это нужно но я их отдаю обычно после того как я получаю после того как я ну во-первых получаю гонорар а плюс после того как я покажу клиенту готовые материалы готовые фотографии вот после этого я отдаю то есть я обычно говорю что если вы хотите то то собственно без проблем но после все после Витек спрашивает какие главные вопросы обсуждается на встрече с заказчиком прежде всего что заказчик хочет получить от этих фотографий то есть для чего они ему нужны какие ключевые моменты какие ключевые кадры ему нужны это очень важно понять как они потом будут использоваться и соответственно это тоже изменит ваш скорее всего тип съемки то есть для СМИ это одно для брошюры это другое для кого-то совсем внутреннего технического использования это третье и соответственно какие ключевые моменты надо обязательно заснять а что например не очень важно то есть например заказчики которые говорят обязательно снимите вот какой у нас там будет банкет вот прям вот эту всю еду обязательно снимите а база заказчиков говорит только вот эти еду вообще не снимайте ни в коем случае то есть вот такие вещи уточняются конкретные пожелания Аурик спрашивает является ли детские утренники школьные выпускные съемки на виньетки и т.д. связанные со школой и садом коммерческим репортажем будут ли они затравиться на курсе да безусловно это является коммерческим репортажем я буду про это говорить на курсе но сразу вам скажу что я к сожалению не смогу показать столько фотографий с этих мероприятий как например с конференцией и прочих просто по одной простой причине что в основном это частные заказы я не могу такие вещи показывать на мастер-классах то есть я вам на мастер-классе показываю те съемки которые публичные да то есть например вот усадьба джаз да это фотографии масса где были опубликованы и напечатаны это публичная съемка но в основном вот съемки от детей съемки разных таких вот довольно личных вещей как правило это как бы не следует где-либо публиковать поэтому скорее всего я вам расскажу об этом дам разные советы смогу ваши работы покрытьевать но вот свои работы я поищу что я могу показать но в целом таких работ будет наверное довольно мало но в целом я об этом конечно буду говорить Виктор в каком формате заказчику передаются конечные снимки чпек тиф еще какие-то ну смотрите тиф я репортаж крайне редко даю в тифе только в исключительных случаях когда я знаю что это репортаж потом под какую-то очень качественную печатель печатель обычно это чпек причем даже не во всех случаях со стопроцентным качеством сохраненной смотря какая съемка и опять-таки смотря какой будущий будущая цель плюс чпек маленьким размером для интернета всегда вот в этих двух форматах тиф только в тех случаях когда я точно знаю что это будет очень высококачественная печать этих фотографий или ретушь например потом последующий сергей спрашивает просто я иду и на улице провожу съемку слышал это противозаконно слушайте ну сейчас там конечно что-то рассматривается какой-то новый закон про это но пока его по-моему не приняли сложно что-то сказать в целом смотрите снимать законно практически везде даже там когда вам говорят что в магазине незаконно снимать это на самом деле неправда другой есть другой разговор вы не можете просто так брать и использовать фотографии людей на которых на которых четко различимое их лицо в коммерческих целях то есть например вы не можете сфотографировать человека а потом его на рекламу поместить какого-нибудь там молока да то есть без его ведома то есть у него ему это может не понравиться но в каких-то таких творческих целях и некоммерческих целях или знаете как по-английски называется editorial то есть это например в газеты в журналы можно публиковать фотографии без их разрешения и снимать их можно без их разрешения но опять-таки конечно человек как видит что его снимают он может к вам прийти поинтересоваться там дальше уже все зависит от вашего личного таланта переговорщика но в целом все это пока это законно я не знаю какие сейчас могут быть изменения в законности то есть и надо включить договор ну собственно кроме понятных пунктов что что за съемка какой объем работы вы делаете то есть конкретно там съемка столько-то часов обработка такой-то или просто обработка фотографии или можно какое-то количество указать плюс сдача когда фотографии вы сдаете ну и соответственно там акт что заказчик все это принял кроме этого я зависит от разных съемок но я прописываю например если это съемка которая заказывается очень заранее очень заранее то во-первых я беру предоплату особенно это касается частных разных клиентов я беру предоплату и и прописываю да как бы варианты ну отказа да то есть например если я не часто снимаю свадьбы свадебный репортаж но периодически снимаю поскольку просто мои корпоративные заказчики они просто периодически женятся вот и для них я снимаю и например если мне там заранее заказывают какую-то свадебную съемку то есть очевидно что это большой бюджет и тогда я во-первых беру предоплату и плюс к этому я прописываю да там условия как бы отказа за сколько отказа ну в разных ситуациях по-разному но самое главное это просто четко прописать что вы должны сделать и в каком виде то есть вот это желательно четко довольно прописать так ну тогда ребят на это будем заканчивать надеюсь вам действительно понравилось наше сегодняшнее занятие что вы подчеркнули что-то из него для себя и полезное и курсы узнали так что в любом случае вас будут всех ждать на курсе на других моих занятиях мы никогда не прощаемся потому что я надеюсь мы еще с вами обязательно увидимся и тоже будет приятно если вы напишите небольшой хотя бы отзыв хоть это и обзорное занятие но тоже будет приятно увидеть на него хоть такой небольшой отзыв все увидимся на курсе и напоследок я вам одну песенку сейчас красивую поставлю все ребята счастливо и был рад с вами вот так пообщаться повидаться в таком люблю я такие открытые занятия все кто хочет приходят и мы спокойно общаемся субтитры